МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. На заключительном оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвел итоги последней рабочей недели и поздравил всех с наступающим Новым годом. Кроме новогодних, прозвучали еще и поздравления с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря. Нашим бойцам огромные слова благодарности от руководства города, от жителей города за самоотверженную службу, за постоянную готовность и за постоянное внимание к проблемам жителей нашего города, к готовности к решать. 29 декабря закончился прием заявок на участие в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов торговли. В Десногорский городской совет переданы поправки в проект местного бюджета на 2017 год. Также составлены графики дежурств на предстоящие праздничные и выходные дни. При нарушениях в работе систем коммунального хозяйства новогодние праздники нужно обращаться незамедлительно в диспетчерские службы управляющих компаний, а также через ЕДТС, ГОЧС, для доведения, заниматься руководством города и принятие соответственных мер. 28 декабря состоялось открытие городской елки. Специалисты отдела социальной защиты населения констатируют значительное увеличение в Десногорске многодетных семей. На сегодняшний день это 166 семей, с учетом того, что, к сожалению, две семьи выбыло за пределы области. И около 5000 на сегодняшний день ветеранов труда федерального значения для города. То есть это большое количество. С 29 декабря в школах города начались зимние каникулы, которые продлятся до 10 января. Медики регистрируют рост заболеваемости ОРВИ. Росстат обнародовал данные о том, сколько получают смоленские чиновники. По данным, за 9 месяцев года заработок среднестатистического служащего территориального подразделения Федерального органа исполнительной власти составляет 30 025 рублей. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос более чем на 11%. Работники органов исполнительной власти субъекта получают больше – около 32 тысяч рублей ежемесячно. Их зарплаты за год выросли на 4,1%. В преддверии Нового года все предприятия, учреждения и ведомственные структуры подводят итоги работы за год. О результатах работы отдела Центра занятости населения Десногорска в нашем следующем сюжете. Центр оказывает бесплатные государственные услуги Десногорцам по вопросам трудоустройства, профориентации и профессионального обучения. В 2016 году проходили обучение за счет средств Центра занятости 22 человека. Из них 2 человека – это категория женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Эта программа начала действовать у нас недавно. То есть мы обучаем мамочек, находящихся в декрете, за наш счет полностью отправляем учиться в Смоленск по тем профессиям, которые они посчитают нужным. За 2016 год сотрудники отдела помогли найти постоянную работу 461 человеку. Вся работа ведется по специальным государственным программам. Действовала программа временного трудоустройства. Сюда входили общественные работы и трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы. По этим программам было трудоустроено, соответственно, 33 человека и 6 человек. Каждый год во время летних каникул работники Центра занятости помогают во временном трудоустройстве несовершеннолетних детей, которым исполнилось 14 лет. Эта программа у нас ежегодная. Поддерживается она администрацией нашей, которая выделяет средства на выплату заработной платы подросткам. В данной программе в этом году приняло участие 92 человека. В рамках муниципальных денег было трудоустроено 79 человек, а оставшиеся 16 были трудоустроены работодателями. Хотелось бы особую благодарность в реализации данной программы выразить коллективу электроцентра «Монтаж». На конец уходящего года на учете в Центре состоит 166 человек, из них безработных – 126, а пособия получают всего 107. 1 января 2017 года в Россию вступает в силу важные изменения в законах для водителей и автопроизводителей. В нашу страну запретят ввозить иномарки, необорудованные системой «Эра Глонос» – прибором для оповещения экстренных служб в случае дорожно-транспортных происшествий. ПТС невозможно будет получить не только для новых, но и для поддержанных машин. Ограничение коснется как России, так и других стран таможенного союза – Казахстана и Белоруссии. В предновогодние дни и праздничные выходные по всему региону проходит много мероприятий для детей. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции проводят комплекс профилактических мероприятий, включая и сопровождение автобусов, перевозящих детей на праздничные утренники. Стражи порядка не только сопровождают колонны, но и перед выездом проводят инструктаж водителей, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, проверяют путевую документацию и осмотр транспортных средств. Автобусы должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза, нормативные документы, и, соответственно, постановление правительства 1177 вот 17 декабря 2013 года, где определен порядок перевозки детей школьными автобусами. Госавтоинспекция Смоленской области обращается к водителям с просьбой быть более внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах, выбирать пути объезда автодорог, по которым организовано сопровождение. В рамках проводимого информационно-профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» начальник отдела ГИБДТ нашего города капитан полиции Алексей Заводченко встретился с воспитанниками детского сада «Ласточка». Он рассказал детям в игровой доступной форме о тех опасностях, которые могут ожидать их на дорогах. В России запретили розничную торговлю непищевым алкоголем. Разрешено продавать только жидкости, где спирт занимает не больше четверти объема, а также используемые в косметике и для очистки стекол. Роспотребнадзор сообщил о вступлении в силу запрета на торговлю в России спиртосодержащей непищевой продукцией. Поводом для этого стало массовое отравление жителей Иркутской области концентратом «Боярышник», который содержал ядовитый метиловый спирт. Смоленская академия войсковой ПВО отметила 101-ю годовщину создания своего рода войск. В этот день состоялся внеочередной выпуск молодых офицеров. 63 контрактника получили свои первые офицерские погоны и звание лейтенанта российской армии. Стали известны итоги областного интернет-фотоконкурса «Семье счастливые моменты», который проводился в два этапа. Активными участниками конкурса были и десногорцы. Подробности далее. Социальный конкурс, который впервые был объявлен в прошлом году, вызвал большой интерес. Фотоработы четырех десногорских семей вышли в финал, но, к сожалению, не стали победителями. Глава десногорска Вячеслав Сидунков, вручая им памятные подарки и специальный выпуск фотоальбома, где размещены все фотографии, присланные на конкурс, пожелал обязательной победы в следующем году. А также призвал и других десногорцев принять участие в интернет-конкурсе. Свои заслуженные награды получили семьи Якимович, Спасовых, Шапулёвых и Терешонковых. Я думаю, что здесь вы почерпнёте и интересные тематики, для того, чтобы в следующем году всё-таки в роли лидеров в десногорске представлять. И ждём вас в следующем 2017 году. Спасибо вам за участие в 2016-м. И вот ваши заслуженные призывы. Спасибо. Закончилось честование участников конкурса общей фотографией на память. И в завершении новости спорта. Студентка Смоленской академии спорта Яна Ягорян признана спортсменкой года по версии авторитетного федерального издания «Спортэкспресс». Уроженка Еревана, которая учится в Смоленске, стала одной из героиней Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В составе сборной России по фехтованию Яна Ягорян завоевала две золотые медали. В личном первенстве саблисток она в финале победила соотечественницу Софью Великую, а затем в командном зачете уже вместе с Великой стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. С наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова